Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря в 7.00 по GMT, данные по ВВП Германии. Далее в 10.00 состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и спустя полчаса после этого еще и вице-президент Европейского центрального банка Луиса де Гиндеса. Риторика глав регуляторов, безусловно, влияет на динамику валют, за которые они, собственно, отвечают. Поэтому сегодня можно рассчитывать на локальный всплеск волатильности по главному валютному риску и, в частности, ориентироваться на потенциальное движение пары евро-доллар к сопротивлению 1.10. Эта цель более чем реалистична, учитывая, что сейчас рыночный сантимент также подсвечивает очень хорошие возможности для продолжения этого локального тренда, который сформировался на фоне ослабления курса американского доллара. Пожалуй, самые важные отчеты текущей торговой сессии – это данные по индексам активности PMI производственного сектора и сферы услуг по США. Эта статистика выйдет в 14.45 по GMT. По доллару мы в последнее время несколько заскучали, хотя, учитывая день благодарения, да и факт того, что американцы уже на длинных выходных, я полагаю, что нам не стоит рассчитывать на какую-то совсем интересную динамику доллара в текущий момент времени и на заключительной торговой сессии. Но мы должны анализировать макроэкономические данные сейчас, каждый отчет, потому что в конечном счете мы пытаемся понять до тех пор, пока не выступит ПАО, что же все-таки будет делать американский регулятор с монетарной политикой, с текущим курсом денежно-кредитной политики и как все это повлияет потом на доходность американских облигаций, на рынок долга и в конечном счете на курсы самой американской валюты. Индекс доллара, текущей котировки 103.60. Практически те же самые значения, что мы наблюдали в ходе вчерашней торговой сессии, но опять же на низкой ликвидности доллар далеко не ушел. Сегодня будет относительно новое топливо, индексы PMI активности в сфере слух и промышленности и могут быть сюрпризы от промсектора, потому что здесь ожидается снижение с 50 пунктов до 49,8. То есть фактически есть ожидание, что индекс уйдет в зону спада. И это крайне негативный момент, который докажет очевидные проблемы в промышленности США, что может повлиять на мнение американского регулятора касательно процветной ставки в будущем и убедить, что даже текущий уровень процветной ставки на отметке 5,5% оказывает больше негативный эффект, по крайней мере, на данный сектор экономики США. Также выйдут данные по активности в сфере услуг. Здесь показатели остаются в зоне роста, то есть выше 50 пунктов и ожидается небольшой прирост с 54 до 56. Хотя тоже могут быть сюрпризы, даже не могу себе представить, насколько все-таки может оказаться интенсивная реакция доллара и трейдеров, если мы и сферу услуг тоже увидим в зоне спада. Вероятность этого сохраняется, тем более, что макроэкономические данные США, мы в этом убедились в последние недели, периодически подкидывают прям совсем неожиданные сюрпризы, которым прям никто не готов. Вот это стоит вспомнить только данные по инфляции и, как следствие, реакцию доллара на значительное снижение инфляционного давления в США. В текущих условиях, наверное, нет смысла повторять те релизы, которые ранее были опубликованы на эти недели. Нужно уже готовиться к следующей пятидневке, к следующим макроэкономическим отчетам. Мы их детально начнем разбирать уже с понедельника. А пока ждем два указанных индекса. Настраиваемся, опять же, на более-менее повышенную волатильность под конец торговой сессии и на то, что индекс американского доллара, в конечном счете, получив негативный сигнал от макроэкономического фонда, продолжит развитие нисходящей динамики. Средние долгосрочные цели по этому инструменту на последующей неделе едут уже к поддержке истопнутых ровно. Золото 1994 доллара за тройскую унцию. Сантимент по-прежнему тот же. 65% трейдеров в продажах. Соответственно, подавляющее меньшинство находится в покупках. Пока сантимент не изменится, пока мы не откажемся от идеи продаж курса американского доллара и не потеряем уверенность в том, что доходности американских облигаций будут дальше снижаться, я считаю, что золото будет постоянно наваливаться на сопротивление 2000 долларов. В конечном счете преодолеет эту планку уверенно и превратит ее в поддержку. В общем, нужно готовиться к новому циклу более высоких цен на рынке драгоценных металлов. И, на мой взгляд, золото уже явно достойно на то, чтобы котироваться где-то в районе 2050, потенциально даже повыше. По остальным финансовым инструментам евро против доллара 1.09. текущей котировки по евро. Ждем выступления руководства Европейского центрального банка. Ранее на неделе Лагард уже выступала, и ее риторика смогла оказать поддержку евро, потому что Лагард отметила, что инфляционные риски по-прежнему сохраняются. И самая, может быть, большая проблема после факта высокой инфляции в США является довольно крепкий рынок труда, где продолжается рост заработных плат, что, как мы знаем, стимулирует повышение инфляции. Это все еще сохраняет на рынке условия, по крайней мере, для того, чтобы Европейский центральный банк тоже удерживал ставку высокого в течение длительного периода времени. Данные PMI производственного сектора и сферы услуг, которые вышли вчера по Германии в Розоны, не разочаровали. Индексы остаются в зоне спада. Но все равно есть какой-то прогресс, потому что та же самая промышленность Германии восстановилась с 40.8 до 42.3. И это немного поддержало рыночное настроение и поспособствовало тому, что евро пока сохранил позиции на отметке 1.09. Но тестирование сопротивления 1.10, я думаю, что это почти неизбежный сценарий. Британская валюта 1.2537. Поддержку фунту оказывают локальные макроэкономические отчеты. В частности, рост активности в сфере услуга с 49.5 до 50.5. То есть, в этом случае можно говорить о том, что сфера услуг в Англии выбралась в зону роста. Это произошло впервые с августа. Это несколько снизило риски рецессии, но не убрало их. Поэтому, да, локально у покупателей есть до что зацепиться. Собственно, поэтому мы и видим котировки на отметке 1.25. Я не думаю, что фунт может прям сильно еще вырасти с текущих уровней. Но, как и в ситуации с евро, потенциал движения на 100-150 пунктов восходящего еще сохраняется. По австралийцу ждем 0.67, пока фунт не меняется. Все аргументы, которые были озвучены ранее, они остаются на стороне покупателей и остаются актуальными. Доллар иена 149.30. Здесь я жду тестирования сопротивления 150, потому что расчет был на выход данных по инфляции в Японии, которые должны оказаться выше, чем 2 месяца назад. И действительно, в прошлом месяце индекс потребительских цен в Японии вырос с 3 до 3,3%. А базовая инфляция прибавилась с 2,8 до 2,9%. Если положиться на последнюю риторику у Эда, главы Банка Японии, регулятор не откажется от стимулирующей политики, пока не увидит достаточного прогресса в стабилизации инфляции в районе 2% целевого ориентира. Это вряд ли произойдет в ближайшее время, поэтому 70-100 пунктов пара может вполне отдать еще восходящего движения. И рынок нефти 81.15. Здесь уже ждем 30 ноября, заседание ОПЕК, встречу. Пока что между странами есть противоречия. В частности, Анголы, Нигерия и Конго настаивают на том, чтобы им повысить квоты по добыче. Но учитывая то, что, по сути, они генерируют минимальный вклад в общий показатель производства, я думаю, что компромисс уже будет найден, потому что та же самая Саудовская Аравия и Россия могут взять на себя большие объемы по снижению объема нефтедобычи. Я ожидаю положительной реакции рынка на итоги заседания, что может поддержать целый рынок нефти и обеспечить движение бренда в районе 85 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok